Привет, друг! У микрофона Алексей Торопкин, и мы продолжаем подводить итоги Игромир 2017. Сейчас я расскажу про самые интересные железные новинки выставки. Поехали! Уже много лет Игромир как таковой не только и не столько про игры. Самые шумные, самые активные и многолюдные стенды на выставке всегда принадлежат производителям комплектующих и их периферии. Именно там со сцены раздают халяву, устраивают конкурсы, и громче кричат. За сценой или прямо на ней стоят самые современные компьютеры с уже популярными играми вроде FIFA и Counter-Strike. Зачем стоять в очереди за чем-то новым, если можно поиграть в любимые и привычные, с космическим FPS, да еще и за призы. Но мы отвлеклись. На выставке я не ожидал увидеть чего-то принципиально нового, но несколько любопытных моделей все же нашлось. На видео попало не все, так что в некоторых местах придется поверить мне на слово. Начнем с периферии. Большинство производители привезли свои актуальные модели, но несколько представили российские и даже мировые новинки. Среди клавиатур продолжается тренд на укороченные киберспортивные модели. Из тех, кто был на выставке, в этом году его поддержали GAMDS, Cougar и HyperX. Здесь моим личным фаворитом стала GAMDS Hermes M3 на тонкой металлической пластине. У нее минимальные рамки и синие механические переключатели с укороченным ходом. Клавиатура получилась очень компактной, громко клацает, а короткий ноутбучный ход делает ее очень быстрый. Ждите обзор. К слову, такая же есть и с цифровым блоком. Из новых гарнитур упоминания стоят Cougar и Merse Proz очень крутой шумоизоляции, ThunderX 3 TH40 с полной RGB-подсветкой чашек и HyperX Cloud Alpha с обновленными динамиками. Звук оценить на выставке было невозможно, так что тесты будем проводить отдельно. Чисто внешне наиболее интересной мне показалась гарнитура от Cougar. У нее огромные и очень мягкие амбушюры и специальные крутилки на чашках, которые настраивают громкость и отключают микрофон. Отдельных компьютерных комплектующих было немного. Больше всего здесь отличилась ThunderX 3, которая привезла два блока питания. Плексус Hex с настраиваемой RGB-подсветкой логотипа и кулера. Как мне объяснили, это не только новинка, но и эксклюзив. Эту серию создали специально для российского рынка. Еще запомнился полуоткрытый корпус Conquer от Cougar, но это не новинка, его уже можно купить. Из готовых игровых решений показали два ноутбука – Omen X и Acer Predator Triton. Вернее, свой флагман полноценно показал только Acer, на стенде Omen я увидел только выключенный образец. Triton представляет собой очень тонкий, очень мощный и очень дорогой 15-дюймовый игровой лэптоп с графикой NVIDIA Max-Q. В корпус меньше 2 см уместились Core i7 Caby Lake, видеокарта Dodge TX 1080 и до 16 ГБ оперативной памяти. В России эти ноутбуки появятся где-то до конца осени по цене от 150 тысяч рублей. Это были все интересные железные новинки, которые мы посмотрели на Игромире 2017. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся на том же самом сайте. Субтитры сделал DimaTorzok